Продолжение следует... В моей коллекции находится русское DVD-издание Black Box, содержащее игру и первый аддон, с не самым плохим переводом игры, закадровым переводом озвучки и трижды проклятым Star Force, который тем не менее снимается последним официальным английским патчем. Изначально же игра выходила на трех компакт-дисках, но пираты урезали ее всего лишь до двух. В принципе это не очень страшно, они выкидывали только видеоролики, но с другой стороны все равно обидно. Пусть сюжеты игры не очень глубокие, но посмотреть его было довольно-таки интересно. Но первое знакомство с этой игрой все равно было подпорчено не пиратами, а журналом Навигатор Игрового Мира. В те годы мои родители для меня выписывали этот журнал, и не знаю как сейчас, но тогда он был эпичен, крутых авторов было очень много. Вместе с журналом вкладывался диск с патчами, демками, бесплатными игрушками, трейлерами и прочими полезняшками. И вот с одним из номеров на диске шла демо-версия пейнкиллера. К сожалению, демо-версия этой игры на диске, как и нескольких других игр, была испорчена. То есть инсталлятор помирал где-то на 70%, сообщая, что данные повреждены. Вы не представляете, как это обидно. Когда ты долго-долго следишь за игрой, смотришь скриншоты, различные трейлеры, текстовые превью, ждешь, надеешься, веришь, и вот попучаешь в руки демо-версию, устанавливаешь и... Иииии, тут такой облом, она не ставится. Это очень-очень больно и очень обидно. Тогда я подумал, что лично мне не повезло. Но нет. В следующем номере журнала авторы написали, что вся партия дисков, которая шла с предыдущим номером, была испорчена. Довольно неприятная ситуация, согласитесь? И чтобы извиниться, авторы решили к новому номеру прикладывать не однослойный, а двухслойный DVD. Да, двухслойные диски это классно. В два раза больше данных, демок и прочего контента. И часть демок из прошлого номера была выложена на этом диске, но не демка пейнткиллера. Проклятье. Авторы журнала аргументировали то тем, что игра уже вышла, а значит в демке нет никакой нужды. Вы можете скачать эту демку в интернете или просто пойти в магазин и купить эту игру. Если вы не понимаете ужаса ситуации, сейчас объясню. 2004 год. Провинциальный город с населением в 70 тысяч человек. Дисков с игрой нет, лицензию завозят немного и неохотно. А возможности скачать даже демку весом в пару сотен мегабайт у меня не было, поскольку в интернет можно было выйти одним из двух способов. По модему. Со скоростью в 1-2 килобайта в секунду, платя по-моему 10 рублей за час. По выделенной линии, с хорошей скоростью и оплатой по трафику, что-то в районе 500 рублей за 100 мегабайт. Нет, конечно кто-то может вспомнить про ADSL, ну да, была такая технология и много где активно используется до сих пор. Но она к нам пришла лишь несколькими годами позже и даже тогда далеко не каждый мог позволить себе скорость выше 64 или 128 килобит в секунду из-за качества телефонных линий в конкретных домах. Так что огромное спасибо навигатору игрового мира за мои обманутые надежды. Ладно, хватит ныть, переходим к сути. Тут у нас имеется сюжет, вот нежданчик, но он довольно типичный. Главный герой вместе с женой попадает в аварию и они оба погибают. В результате жена попадает в рай, а главгерой в чистилище. Но некоторое время спустя к нему приходит ангел и предлагает сделку. Убей четырех генералов ада и тогда получишь прощение, встретишься с женой и будете выжить в раю долго и счастливо. Естественно, все пойдет не так, как хотелось бы, учитывая, что в игре не 4, а 5 эпизодов плюс аддон. Ну, вы уже сами понимаете, хэппиэнда просто-напросто не завезли. Хотя если постараться, то, ну, об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Кстати, для того, чтобы следить за передвижением адских войск, ангел дает нам карту. Эта карта, конечно, выглядит немного странновато, но она же появляется перед вами и в интерфейсе. Это очень классный ход. Далеко не все разработчики заморачиваются за такую взаимосвязь между интерфейсом и реальностью игры. А еще в сюжете участвует Ева. Да-да-да, та самая библейская, и по версии авторов игры, живет она в чистилище. Что там по версии библии, я не в курсе. Про Еву могу сказать только одно. Меня очень забавляет эта модель цензуры с помощью длинных волос. Нет, ну серьезно, игра имеет рейтинг 17+, и почему-то 12+, в России. Хм, ну ладно. В любом случае, в игре очень-очень много крови, мяса и насилия. Но когда речь заходит о сексе, почему-то во всех просыпаются притани, и говорят, не, ну насилие и убийство для подростков это нормально. А вот женская грудь, не-не-не-не-не-не, это под запретом, это ужасно, это надо скрывать. Ну что за лицемерие? Впрочем, это все мелкие придирки и замечания. Главное в игре геймплей, и вот тут вот игра начинается с места в карьер. Самый первый уровень, самая первая локация, и мы уже на кладбище. Рубим на куски монстров, выпрыгивающих из могил, укладывая их обратно в эти самые могилы. Причем оружие с кучей альтернативных атак, которые сейчас видите на экране, называется как и игра, Pain Killer, что переводится как обезболивающее. Как видим, авторам не чуждо чувство черного юмора и некоторый цинизм. Игра же в целом представляет из себя так называемый аренный шутер. Мы движемся от чекпоинта к чекпоинту, который кстати полностью восстанавливает здоровье, после чего нас запирает на небольшой или большой территории. И пока мы всех вражин не уничтожим, дальше не пройдем. А уничтожать их можно с особым цинизмом, благо для этого выдан неплохой и достаточно злой арсенал. Например, все пушки обладают двумя режимами атаки. Скажем, дробовик в альтернативном режиме использует заморозку, а ракетница совмещена с пулеметом. Кроме этой парочки есть также две действительно уникальные пушки. Сюрикеномет, совмещенный с пушкой стреляющей цепной молнией, и коломет с подствольным гранатометом. Стреляет он колами, способными пригвоздить любого противника к любой поверхности, будь то бетон или скала. Вообще, с физикой полета трупов в игре творится черти что. Физический движок хейвок никогда особой адекватностью не отличался. Но в этой игре он нашел свое призвание, ибо подобные косяки смотрятся забавно и весело, а значит в данном случае очень даже к месту. В некоторых пушках есть даже не два, а три режима. Последние активируются одновременным нажатием обоих кнопок атаки. Но исследование этих особенностей оставляю вам в качестве домашнего задания. Причем разнообразные пушки даны не только для удовольствия. Некоторых монстров лучше побеждать конкретным оружием. Например, кого-то из них проще заморозить, кого-то проще проткнуть колом или взорвать. Кто-то получает больше урона от сюрикена или молнии, и так далее. Кстати о монстрах. Они может по большей части архетипичны, но все-таки колоритны, и ведут себя в целом так, как и ожидаешь от монстров. Бегут на вас и стреляют, причем тупят не особо сильно. Типов их довольно много, и каждый уровень или два вы будете встречать кого-то новенького. Иногда монстры могут даже как-то взаимодействовать между собой. Скажем, могут использовать своих собратьев как живой щит, но случается это не особо часто. Вообще, в этом смысле разработчики очень даже молодцы. Игра за счет своего мясного геймплея позволяет сбросить стресс. Но при этом очень важно, что тебе противостоят именно чудовища, а не обычные люди, как в какой-нибудь GTA или Постале. В конце концов, наш протагонист находится в чистилище, и ему противостоят адские твари. Поэтому их изничтожение, дело очень даже доброе и зело полезное. Все это делает шутинговый геймплей пейнткиллера очень увлекательным. Здесь много мяса, есть необходимость маневрировать, находить подход, программы, ситуация. Враги многочисленны, разнообразны, декорации сменяются одна другой и не спевают надоесть. В общем, если бы в игре было только это, она уже была бы хороша, явно выше среднего. Но тут есть еще несколько вишенок на торте, делающие ее не просто хорошей, а шедевральной. Во-первых, дизайн локаций. И я говорю сейчас о графическом дизайне, архитектуре и оформлении. Какие-то локации просто смотрятся классно, какие-то же вырезаются в память надолго. Причем размещение монстров соответствует локации. Например, в средневековых декорациях будут попадаться скелеты и мертвецы с мечами и палицами. На военной базе монстры с гранатометами и ружьями. В современных городских ландшафтах правят байкеры и родственники призрачного гонщика, ну и так далее. Если говорить исключительно про локации, то моими любимыми в оригинальной игре, без аддонов, является психбольница, которая выглядит действительно жутко, и чумной город. В сочетании с тяжелой музыкой, происходящая по-настоящему давит на нервы. Атмосфера такая густая, что можно вспомнить про какой-нибудь тихий холм. Не зря, как я уже позже узнал, именно с этой локации начиналась демо-версия пейнкиллера. Во-вторых, крышесносная музыка. В спокойном режиме играет нечто вроде темного эмбиента. А вот в бою включаются ядреные и жесткие мотивы. Я уже включал музыку из игры в топ моих любимых композиций в отдельном выпуске, но повторить сегодня будет не грех. Далее. От монстров после убийства остаются души. Они, во-первых, добавляют немного жизни, а во-вторых, после сбора 66 душ, игрок на время превращается в демона, получая бессмертие и способность сносить толпы врагов одним выстрелом. Этакий телекинетический рейлган. Выглядит очень прикольно, стильно и классно, хотя, возможно, с размытием от эффекта взрывов в этом режиме авторы перестарались. Ну и на максимальном уровне сложности душ нет, как нет этого самого режима демона. Следующий классный элемент – карты Таро. В каждом уровне у вас есть дополнительные задания, например, не использовать имного оружия, кроме пейнкиллера, превратиться в демона не менее или не более двух раз, убить в режиме демона не менее ста монстров, найти все секреты, убить босса менее чем за две минуты, не использовать никакой брони и так далее. Если выполнить эту миссию, вы получаете возможность купить новую карту Таро. Карты эти покупаются за золото, которое выпадает из разрушаемых объектов вроде бочек или сундуков, а также из монстров, если их труп подольше потрясти или если убить одним хитрым выстрелом несколько гадов сразу. Карты бывают двух типов, и с собой на миссию вы можете взять не более двух серебряных и трех золотых. Серебряные карты пассивны и действуют на протяжении всего уровня. Золотые же вы можете активировать в любой момент, но только один раз за уровень и на ограниченное время. Среди серебряных есть карты, которые дают вам больший запас жизни, позволяют душам оставаться дольше и все в таком духе. А также такие, что позволяют использовать золотые карты более одного раза за уровень. Золотые же дают довольно типичные бонусы. Снижение урона от противников, увеличение вашей силы атаки, ускорение атаки, увеличение вашей скорости, режим слоу-моу и так далее. Причем, чтобы выполнить некоторые миссии, например, убить босса за полторы минуты, порой нужно уже иметь некоторые карты, увеличивающие атаку, ее скорость, ну или что-нибудь в таком духе. Ну и, конечно, боссы, которые ждут вас в конце уровня. Первая встреча с этими гигантами обычно выглядит как... И вы хотите, чтобы я сражался вот с этим? На самом же деле боссы убиваются не очень сложно, если знать к ним подход, но все-таки первая встреча, мягко говоря, ошарашивает. Плюс некоторые из них просто-таки не убиваются лобовыми атаками из обычного оружия, но я не буду лишать вас удовольствия самим найти решение. За то, о чем я просто не могу умолчать, так это о содержании последнего уровня. Вокруг вас предстает поэтичная картина застывшей войны, причем войны многих эпох за раз. Застывший огонь, снаряды, взрывы, всякие жуткие разрушения, которые только может придумать человеческий разум. Это одновременно красиво и жутко. Дизайн локации продирает до костей, а звуковая составляющая уровня подстать дизайну. Дизайн локации продирает до костей, а звуковая составляющая уровня подстать дизайну. Кстати, я упоминал про уровни сложности, да? Тут они довольно-таки сильно отличаются. Во-первых, на максимальном уровне сложности вы потеряете возможность вручную делать квик-сейвы, остаются только чекпоинты. Так что эта сложность наверняка оценят фанаты консоли и просто хардкорщики. Также в этом режиме откроется уровень лес, недоступный на остальных сложностях. А также тут доступны только 4 эпизода, после которых идет альтернативная концовка, противоречащая последующим частям игры. Но как мне кажется, человек, прошедший игру на такой сложности, достоин увидеть то, что он увидит. А вот на минимальном уровне сложности вы будете получать только одну единицу урона, вне зависимости от того, как и где вы его получили. То есть падение с любой высоты, удар любого врага и даже наступание на вашу голову ноги гигантского босса заставит вас потерять только одну единицу. Пожалуй, в этом режиме можно погибнуть только упав в бездонную пропасть, так что подойдет он для... для... не знаю для кого. Хотя наверняка найдется аудитория поиграть и в этот легальный чит. Позже, в этом же году, вышел аддон под названием «Битва вне ада», который продолжил сюжет и добавил десяток новых уровней, новые карты Таро, новых монстров и две новые пушки, огнемет, совмещенный с тяжелым пулеметом или штурмовой винтовкой, а также снайперский мультикаломет или болтомет, совмещенный с кластерным запускателем гранат в виде прыгающих шариков. Список фич может прозвучать немного банально, но вот нифига подобного. Аддон полностью выдерживает стилистику игры и больше похож не на аддон, а на часть игры, которую вырезали из-за нехватки времени. Не удивительно, что сегодня игра и аддон продаются в виде единого издания под названием «Блэкбокс», но про это я уже говорил в начале видео. Уровни в этом аддоне еще более фантасмагоричны, чем ранее. Например, детский приют не менее, а то и более жуткий, чем психушка из оригинала. Да и парк развлечений с его поездкой на американских горках запоминается не меньше. Или чего стоит практически классический, но еще более жуткий, чем обычно уровень зомби во вполне современном окружении. Дизайнеры, как и в оригинале, выложились на все 100%, а то и больше. Также уровни этого аддона мне показались немного сложнее оригинальных. Например, на уровне «Ленинград» мне приходилось перезапускаться несколько раз. Ну и конечно же, в конце нас опять-таки ждет огромный босс со своим подходом. Тут мне просто нечего добавить. Аддон просто-таки эталонный. Для меня он встает в один ряд с «Думом 2» и «Ледяным троном». Может показаться, что я игру излишне нахваливаю, и она и таки идеал. Ну, на мой вкус так оно и есть, но при желании можно прикопаться и к ней. Во-первых, упомянутые задания для получения карт Таро. Некоторые из них требуют прочесывать уровни вдоль и поперек, что кому-то может показаться скучным. Или требуют накладывать на себя заметные ограничения на использование вооружения, что требует определенного самоконтроля. Во-вторых, планировка уровней. Заблудиться тут практически невозможно. Никаких лабиринтов не наблюдается, если, конечно, вы не собираетесь искать секреты. Тогда побегать и полазить придется. В-третьих, в игре нет ничего лишнего. Нет управляемых игроком транспорта, мини-игры и прочей чуши. Да, я понимаю, что для кого-то это может являться недостатком, но не для меня. Игра не пытается сделать из себя таки аттракцион, отвлекая от главного в игровом процессе, от стрельбы. Это просто отличный шутер от первого лица. Не больше, но и не меньше. Кроме Windows, игра выходила на Xbox под названием Painkiller Hell Wars. Версии для других консолей планировались, но были отменены. Так же, как были отменены и съемки фильма по мотивам. Возможно, последние и к лучшему. Также в серии Painkiller есть еще несколько аддонов, но сюжетно они с первыми играми не связаны, да и оценки прессы у них пониже. Так что сегодня о них говорить не будем. Как не будем мы говорить и о сомнительной поделке для мобильных. Зато поговорим об игре, которая для меня стала самым неудачным ремейком из всех мною виденных. Игру Painkiller HD, или Heaven Damnation, или Ад и Проклятие. И, пожалуй, это название игре очень даже подходит. Разработана она была не всей командой, делающей оригинал, а новой студии, Ферма 51, частично состоящей таки из авторов первой части. Название студии, видимо, является отсылкой к знаменитой Зоне 51. И ими уже был выпущен неплохой FPS MicroVision, опять-таки на движке Painkiller. Так что я был настроен оптимистично. Да какой там, я был в восторге. Я очень люблю, когда берут старую компьютерную игру, переносят ее на новый графический движок и при этом ничего не пройдет в геймплее. И подобные прецеденты уже были, например, тот же серьезный Sam HD. Так что, когда игра Painkiller HD появилась в раннем доступе, так называемом, я ее купил уже на этом этапе. Посмотрел на бета-демо-версию и в целом остался доволен. Были в ней определенные недостатки, шероховатости, но я списал это на то, что это все-таки демо-версия, причем ранняя, и в релизе все поправят. Угу. А потом релиз вышел. Начало игры меня уже немного напрягло. Эта консольная надпись Press Start в компьютерных играх часто является плохим знаком. Ну да ладно, следующий за этим экраном меню довольно-таки эпично. Фон выглядит классно и приятно. А вот меню выбора уровня выглядит уже не так круто. В оригинале мы видели карту, пусть и несколько странную карту, но она была объектом сюжета, реальным предметом. Тут же просто банальное меню. То же самое с меню выбора карт Таро. Никакой поэзии, просто меню, никакого ощущения цельной истории. И меня даже не сильно радует современная возможность выбрать сложность перезапуском каждого уровня. В наше время такого не было. Ладно, двигаемся дальше. Вы спросите, как у нас дело с сюжетом? Игра является продолжением первого аддона. И в этот раз нашим работодателем станет сама смерть мужского пола, то бишь мрачный жнец, предлагающий вам наконец-то воссоединиться с женой, собрав для него 7 тысяч душ. Подача сюжета все так же ведется роликами, с тем отличием, что все кроме первого будут подаваться на движке игры. Интересной в сюжете является разве что концовка, связывающая данную игру с одним из последующих аддонов к оригиналу, с другим главным героем. Такая вот загогулина. А еще в озвучке героя поучаствовал сам Дюк Ньюкем. Ну, точнее, актер Джон Сент-Джон. Хотя я не очень люблю, когда между играми меняется актер озвучки. Но теперь переходим к игре. Начинаем мы опять же на кладбище, но без пейнткиллера. Какого черта спрашивается? Мы, конечно, найдем его уже в самом начале второго уровня. Но начинать игру пейнткиллер без одноименного оружия как минимум странно, как максимум похоже на желание позлить или подосаждать фанатам. И, как мне кажется, у них получилось. Второй недостаток вылезает несколько секунд спустя. Новые враги это, конечно, прикольно, но пейнткиллер же жестокий и кровавый шутер. А у скелетов крови нет. И мяса для шашлыка у них тоже нет. Такое ощущение, что авторы забыли, чем был славен оригинал. Или намеренно пытались добавить раздражающие мелочи. В-третьих, графика. Графика, конечно, хороша. Старые знакомые враги не потеряли в узнаваемости. Старые добрые пушки все такие же старые и такие же добрые. Да и вообще, большинство спецэффектов выглядит лучше. Но вот кровь. Ё-моё, каким образом кровь в игрушке 2014 года может выглядеть хуже, чем в игрушке 2004? Десять лет эволюции коту под хвост. Какая-то пластиковая фигня, а не кровь. Это просто неприятно удивляет. В конце концов, главной фишкой именно этой части должна была стать графика. И такая деталь, как кровища, это не мелочь. Это важный игровой атмосферный элемент. И тут он слит. Во всех смыслах слит. В-четвертых, боссы. Боссы нам уже знакомы, и это в принципе логично. Ведь если уничтожить порождение ада, оно просто в этот самый ад и вернется. Но что-то тут все-таки не так. Вообще, в этом месте концепция HD-версии трещит по швам. Вроде бы это и неполноценный ремейк, и неполноценное продолжение, а попытка сесть на два стула разом. Неудачная, как мне кажется, попытка. Стулья разъехались. В-пятых, уровни. В игре уровни взяты из оригинала и из аддона. Как, впрочем, и пушки, и монстры. Но всего для прохождения нужно пройти всего 13 уровней. В результате оригинальный пейнткиллер я прошел за 7 часов. Еще 3 с лишним часа добавил аддон. Это при том, что я играл на средней сложности и без попытки собрать все карты Таро. Пейнткиллер HD же был пройден всего за 3 часа. Да, DLC добавляют время прохождения. Но мне концепция DLC не очень нравится, несмотря на ее экономическую эффективность. Так что я ни одного пока что не покупал. Из нового оружия появился только ловец душ. Неадекватная огромная пушка, позволяющая приманивать души, собирая их с небольшого расстояния. Также этот луч работает как небольшая цепная почти самонаводящаяся молния. Также данная пушка умеет стрелять убер мощными остро заточенными дисками в стиле одной из пушек Unreal Tournament. Кажется, она там называлась потрошителем, но я не уверен. В качестве бонуса можно, поймав несколько душ, выстрелить ими и временно перевести несколько противников на свою сторону. На высоких сложностях это, наверное, даже может быть полезным. На среднем же это не более, чем баловство. Еще в игре изменилось размещение монстров. Поскольку уровней стало меньше, некоторые из них впихнуты туда, где их раньше не было. Выглядит непривычно, но, возможно, это местами даже тянет на плюс. Поскольку в оригинале число типов монстров на один уровень было не очень большое. Последнее, что, наверное, могло бы поднять мне настроение, это обещанный кооперативный мультиплеер. Совместное прохождение игры. И совместное прохождение тут действительно есть. А мультиплеер любую игру сделает во сто крат веселее. Тут вроде вышло без ошибок. Еще в этой версии мне встретилась одна сценка на движке, не являющаяся сюжетной. Сделанная просто для юмора. Наверное. Мне она показалась как-то что-то, в общем, никак. Карты Таро тоже на месте. И теперь на один уровень дается аж два задания. Можно получить сразу две карты. Сами миссии для карт тоже несколько иные. Подводя итоги, данная часть местами даже сливает оригинал. Графика стала не настолько уж лучше. Особенно по сравнению с возросшими системными требованиями. Уровней так вообще стало меньше. Да, ну и это не предел. Окончательным сливом, а не персиком, стали глюки DRM. Игра продается через Steam. И при запуске в оффлайн режиме у меня пропадают сохранения. И при каждом старте сбиваются настройки на дефолтные. Техподдержка отмалчивается. Форум советов, кроме банальных видов почисти кэш, не дает. Мне откровенно обидно, что я потратил деньги на это недоразумение. В общем, вот вам мое личное мнение. Оригинал и аддон это очень достойная игра. В которой стоит поиграть любому любителю шутеров от первого лица. Шутеров, которые не будут за мнимым разнообразием. Вскрывать основное мясо игрового процесса. Мясо во всех смыслах. HD Remake же я могу посоветовать только любителям кооперативного прохождения. Потому что все остальное в нем сделано либо на том же уровне, что в оригинале. Либо даже хуже. В следующем же выпуске мы, скорее всего, поговорим про старое компьютерное железо. Но это точно не будет ноутбуком и не будет игровой приставкой. А на сегодня это все. Спасибо за внимание и до скорой встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok